Ну что, ребята, всем привет! Всех снова приветствую на моем канале Никью Сейдтракинг. Спасибо, что меня смотрите, что подписываетесь, что оставляете комментарии. Всем спасибо. Ну, а я нахожусь в траке и сегодня у нас вторник, 1 октября. И я в траке нахожусь. На улице уже темно. Сколько времени? Сейчас уже 11 часов вечера здесь. А почему я уже в траке? Да я вам сейчас расскажу. Я должен был завтра утром ехать в Сан-Диего, делать разгрузку. Но трейлера не было. Как бы не сообщали мне, потом уже вечером, уже часов, наверное, в 8 вечера позвонил диспетчер и говорит, Ситуация такая. Завтра в 8 утра я должен быть в Сан-Диего, но без трейлера. Я должен быть только бобтейлом туда идти. А почему? Потому что водитель сегодня поехал в Сан-Диего разгружаться. И опоздал на разгрузку. И сказали, приезжай завтра утром. А так как ему надо домой, и он локальный драйвер, он сказал, что я оставляю там трейлер, а завтра его заберите. Вот и такая ситуация. Сейчас я разложу свои вещички и буду готов к выезду. Выезжать буду рано. В 5 утра только буду выезжать. Потому что туда трафик. Пока доеду. Туда ехать 117 миль где-то. И это займет 3 часа. А мне надо быть к 8 там. Так что сейчас раскладываюсь и в люлю посплю. Мне остается сколько? Мне остается спать-то всего лишь 6 часов. И надо еще поспать. Потому что завтра будет трудовой день. Вот так вот работаю сейчас. В эту неделю я полностью работаю по локолу. По месту. Это по Калифорнии. Почему? Да я вам уже в прошлом видео говорил, что мне надо быть дома. Так что вот такие вот дела. Такой расклад. Ну а мы сейчас будем готовиться, раскладываться и вперед. А вы следите. Будет интересно. Ну что, друзья. Утро. В Калифорнии. На улице 65 градусов по Фаренгейту. Манька мне предупреждает, что я быстро еду. Но я не быстро еду. Пусть она не обманывает. И мы продвигаемся к Сан-Диего. Расчетное время прибытия у нас 7.56. Выехал очень рано, в 5 утра. Но попал в трафик. Уже был в Тимекуле. Ну, я вам скажу. Утро это не мое. Не-не-не-не-не. Мне нравится вставать, когда уже солнце встало. А встречать рассвет – это не мое. Спать хочу. Если бы не было, что надо в 8 утра приехать, то я бы и не поехал. Реально. Ну, а мы сейчас продвигаемся. Все это у нас... Чего ж ты так медленно едешь, товарищ? Спишь, что ли? Город у нас Фолбрук. Калифорния. И до места нам остается 64 мили. Это еще больше часа ехать. Ну, а мы все продвигаемся, продвигаемся вперед. Так что следите, будет интересно. Давай, 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 разгоняйтесь. Что вы как сонные? Или вы сонные еще? Так, сейчас еще где-то в Сан-Диего попадем в трафик. Это в Вашингссайд. Может тоже трафик быть. Сейчас мы начнем попадать. Типа выехал за сколько раньше, а? Уже, считай, потерял я 30 минут на этих всех трафиках. Ну что, друзья, все продвигаемся. Мы в этой Калифорнии, ближе к Сан-Диего. Ну, трафик, конечно, я давно здесь не ездил. Просто машин уже море. Раньше за три часа выезжал до Сан-Диего, то успевал. Сейчас уже смотрю, что я уже не успеваю. Все, машин больше и больше становится на этом фривее. Ну что, ребята, мне остается всего лишь 3 мили. То есть 3,5 мили. Остается до базы, то есть не до базы, до разгрузки, где стоит трейлер. Опаздываем мы на 6 минут всего лишь. Потеряли мы 36 минут, пока доехали. Вот такие, вот такой расклад. И вот здесь уже у нас это последний фривей, который перед Мексикой. Если по этому фривей ехать прямо, 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 мы упремся прямо в границу Мексики. Но мы сейчас будем вообще разгружаться тоже, считай, там почти. Только здесь у нас опять медленно поехали все. А мне уже перестраиваться надо. Не буду, то есть это, съезжать. Не буду уже рисковать обгонять трак, автобуса, что он слишком медленно едет. Еще я, когда я начинал работать в траковом бизнесе здесь, в Калифорнии, то этого фривей, это даже в поминах, поминки не было. Было там хайвей, тоже 95-й хайвей. там было два движения, то есть это два движения. Там были светофоры, две полосы только в одно направление. Такой там трафик был всегда. Просто, если заезжал на ту дорогу, то все. Считай, ты едешь... Кстати, у нас вот где-то с левой стороны, вот здесь у нас где-то трейлер стоит. Так, ну а мы съезжаем уже на Ламедиа Роуд. Вот такая у нас Сан-Диего тут. Кстати, этот экзит тоже тоже сделали красиво его. Так, здесь у нас... Как я давно здесь не был, ребята? Как я давно здесь не был? Я не знаю, наверное... Год это точно. Я не был тут. В этом Сан-Диего. Вот этого экзита точно не было, когда я... Когда я здесь ездил. Вот это все с левой стороны и с правой стороны это все джанки, которые идут в Мексику машины. Все. Это здесь перевалочный пункт все, что здесь находится, это все идет в Мексику. Ничего себе здесь сколько машин стоит на разгрузку. это все отправляется в Мексику. Считай, все вверхаусы здесь... Ух ты! Там прямо... Считай, что здесь все вверхаусы это все... Все работает на Мексику. Так, ну что, где у нас предприятие? Здесь не заедем. Закрыта дорога. Это вот это здание с правой стороны сейчас. Тут стоять. Камера упала. Тормознулась, камера упала. Где-то вот здесь вот у нас... Камера упала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. И теперь будем смотреть наш трейлер. Где он стоит. Где его поставили. А вот Вот он наш триллер Что-то он какой-то Перекошенный Сейчас все пойдем узнавать Триллер стоял правильно Мне диспетчер позвонил Говорит нет это другое здание Я поехал в другое здание Вот здесь на это напротив пошел Они говорят нет обратно вставай На ту дверь где стоял Окей будем стоять Все будут разгружать нас А загруженный я койлами Железными Койлами это металл Так что Я тяжеленький По идее Сейчас мы запаркуемся И все и нам будет счастье Так ну что Пойдем сейчас откроем двери Вот так вот я здесь и стоял Ну ничего И такое бывает Сейчас мы Посмотрим что там внутри у нас Я в очереди уже пятый Это долго разгружать меня будут Так что там у нас Хорошего Вот так вот металл Металл я привез Привез Бобтейлом приехал Только трейлера зацепил И все я на деливере Хорошо так Так можно работать Все сейчас запаркуемся И будем ждать Когда нас разгрузят Небо чистое чистое Ни одной тучки на небе Нет там есть облака Но сегодня И эта вся неделя Она жаркая Будет за 100 градусов Показывают А Когда ж уже в Калифорнии Придет не лето Ну что ребята Сидим все еще на разгрузке А здесь вот такой трафик Все меня обступили И не разгружают Прошло уже Сколько у нас Сейчас 11.24 А я приехал сюда в 8 Вот И меня все еще разгружают Передом После меня еще приехал С нашей компании Еще один водитель Его уже разгрузили А меня еще разгружают Но Сейчас меня разгрузят И У меня уже есть загрузка А загрузка у меня Будет очень далеко отсюда Целых 2 мили Загружаюсь я Грузом Груз весит 44 тысячи паундов Не знаю Придется потом Наверное на весы ехать Чтобы это Потому что Поеду обратно На 15 фривей Там в эстейшн И он как всегда Открытый Надо будет Взвешиваться Сейчас пойдем Посмотрим Что там они натворили У нас в трейлере Еще Ну почти разгрузили Уже Осталось пару койлов И это нас радует Моряков Балтийцев Ой Там еще Сколько этих Досок Потом надо будет Выкинуть Ну что Оставили мне Все Доски Теперь Полезу я Их вытаскивать Потому что Ехать на пикап Надо Чтобы триллер был чистым Прибитые Они все А у меня только Из-за этого Один молоток Сейчас будем Что-то думать Уже сейчас Повезет Хорошо Отделем ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, всё. Прибрался. Правда, веника нету. Надо было подмести ещё. Но доски я отдёрг. Всё, теперь надо их куда-то выкидывать. Ну, всё. Едем на загрузку. Да, как Сан-Диего расстроилась. Я вообще, я в такое место попал, был возле Тракстапа. Я там так долго не был. Там уже столько всего настроили, асфальт положили. И, кстати, вот там вот у нас уже Мексика. А мы едем сейчас на загрузку, но загрузки может не быть. Потому что позвонил мне диспетчер и говорит, что приедь туда, узнай, может, они сделали кэнцел. Я говорю, а что, тебе не сообщили, что кэнцел сделали? Нет, они говорят, езжай туда и только там узнаешь, сделали ли они кэнцел или нет. Отменили груз. Сейчас посмотрим. Ну, короче, и вообще-то, как бы, чуть-чуть я переживаю. Потому что сейчас забастовка идёт портов. Почему они бастуют? Потому что порты хотят сделать его, как это правильно сказать, роботозированные склады. И много людей перестанет работать. И вот сейчас бастуют. И бастуют они где-то на протяжении двух недель. Будет очень сложно сейчас какие-то грузы брать, что-то брать. Ведь, не знаю, особенно пострадают как раз драйвены. Это как у нас триллера, которые везут сухой груз. Так что посмотрим, что дальше будет, неизвестно. Вот. Вот всё бастуют, бастуют, не дают нормально работать. Да, ребята, ну здесь вообще, ну движуха. Приграничный, приграничный город вообще заблокировал всю дорогу, а? И мне надо вот влево, вот сюда вот влево здание, я должен попасть. Окей. Где-то надо запарковаться, сказали. И прийти пешком. И где здесь запаркуешься? Это просто что-то с чем-то. Короче, попал я. Всё. Столпотворение, и мне не попасть. Не развернуться ничего. Ладно. Ладненько, ребятки, вернусь, когда я всё это разрулю. Ладненько, ребята. Ладненько, ребятки. Ладненько, ребятки. так ну что ребятки все вырулил оттуда короче тот груз сделали это так как его cancel отменили отменили этот груз но там такой трафик был они говорят езжай узнай ноги я поехал туда они говорят это диспетчер позвонил что трафик большой кори все равно cancel сделали что этом буду узнавать короче они мне дали другую загрузку я сейчас еду в перис перис калифорния и туда мне ехать 106 миль до периса вот так вот майлы накрутишь вот такой расклад сейчас поедем загрузимся если там уже дадут нам груз и уже тогда на базу и наверное на сегодня уже все может еще какая-то работа будет но я думаю что уже сегодня работы не будет все вперед едем на перис сейчас у нас с левой стороны будет мексика но мы повернем на левое я стал слева или справа откуда с правой стороны нас мексика а мы поворачиваем налево не здесь а на freeway 905 привык потом 805 вроде были как там она показывает нам 805 и по 15 но точно так же как домой ехать то есть на базу ехать по пути все по пути это нас радует да кстати я не честно говорю не привык к этим пустым триллерам еще тормоза на нем такие хорошие прям аж надо привыкнуть ну давай быстрее давай 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 ну все ребята мы на freeway и теперь едем 104 мили как здесь все расстроилась прям аж я удивлен если честно но вот это еще и вот это я еще видел но там где вот я проезжал этот проезжал тракста пайлот то я в день я вообще я как будто как другой город попал давно не был очень давно в этом районе я не было года два наверное это точно может и больше так все расстроились здесь все с богом поехали дальше а вы следите будет интересно ну что ребят стою я уже в парисе на загрузке меня уже загружают быстро прям приехал давай давай уже ничего не снимал как парковался так что сейчас меня загрузят и уже поеду на базу смотрите здесь как safety какое шланг надо снять одели замок еще и противооткатку поставили все так что никуда трак больше не уедет сейчас пообедал пока грузят пообедал то так хорошо теперь бы сейчас еще полчасика на один глазок и полчасика на другой и вообще было бы супер но не могу надо ждать когда загрузит меня сказали придут сами сюда и я подпишу бумаги ждем с мне до базы до вархауса до склада о не до склада ехать 32 мили отсюда и если я сейчас выйду я буду только пол пятого там а трафик такой был я ехал от сан-диего сюда прямо жуть одна я так уже отвык от этих трафика вот всех побыстрее бы на дорогу но еще у меня два дня моих мучений локальных вот так вот так что сейчас наверное на сегодня я думаю уже все там нету ничего надо проверить а то вам рассказываю а сам уже у меня пикап есть не пока тишина ну что ребятки все меня загрузили и загрузили меня сейчас скажу всего лишь 24 полета и 9400 паундов легкий сейчас повешу этот шланг от едем уже закроем двери и поедем на базу так на шо там пойдем фотку сейчас сделаем закроем двери и все и на базу я думаю что сегодня хватит работать вот так от загружена что это это стулья какие-то офисные офисная мебель вот так вот один день локальной работы если честно я устал не привык так работать все сейчас отправим фотографии и думаю поеду на базу же уже солнце скоро сядет день и уменьшился намного станет да кстати и скоро часы переводим ноябре или где октябре в ноябре да мы переводим часы так что скоро будет вообще темно ну что всем привет все снова доброе утро у нас уже пятница пятница утро и мы выезжаем на деливере на разгрузку разгрузка у нас аж окснорт калифорния на улице у нас сколько сейчас скажу сколько у нас уже 4 38 утра вот так 4 38 так рано вставать зачем не согласился на эту локальную работу все так заводимся заводимся цепляемся оформляемся и вперед едем на улице оказывается еще темно но 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 все по включалась сразу хочет работать ага зацепим трейлера трейлер у нас будет разгрузка там всего лишь 20 тысяч паундов даже не знаю что я повезу ничего не знаю локальная работа она такая что взял трейлер и не знаешь что ты повезешь на разгрузку в основном он уже кто-то едет у нас на работу тоже локальный драйвер все едем цепляемся правда темно ничего не видно и мы встретимся с вами когда расцветет ну что ребятки расцветает впереди у нас туман нам остается 2 32 мили до разгрузки пока этот лос-анджелес проехал такой трафик везде был но и чего мы успеваем расчетное время прибытия у нас 7 16 у нас есть 45 минут в запасе но сейчас еще мы будем ехать чуть дальше там может еще быть трафик но я надеюсь что его не будет впереди у нас тоже вы встречи на котором я и на этом вы встречи не стоял out of service это меня арештовали арестовали почему потому что у меня на раме были два болта открученных а я и даже не заметил что они у меня открутились а и и от девятишник полицай как знал что они откручены там сразу туда полез и говорит все давай out of service пока не отремонтируешься отсюда не уедешь вот и стоял ремонтировался потерял я конечно много времени часов восемь я простоял я ехал на загрузку эту загрузку отменили короче такое било то есть было диспетчера злые я говорю а чё злые я говорил что трак старый трак у меня был тогда 1996 года трак был выпуска он уже такой старый был что и вольво что уже страшно было к нему подходить локальный дэйкэп был это днею как это беспальника дэйкэп это дневной трак беспальника вот так вот что-то вспомнил свои происшествия кстати на том вы встречены у меня часто мы ездили в окснард часто брали пикапы там но загрузки разгрузки были в основном мы оттуда таскали солны солнечной батареи когда был бум у нас на это где-то год 13 был 4 до 13 год где-то был бум этих солнечных батарей было это мы столько их навозили этих батарей просто много и постоянно ты от выстречены постоянно нас иди сюда иди сюда как знали что компания плохая плохой неплохая компания плохой рекорд у компании ну а мы тем часом продвигаемся продвигаемся вперед сейчас впереди после вы встречена будет такая вниз горка на мне так нравится такой обзор красивый особенно когда днем едешь что красота по вот этим дорогам ездил все свои сколько живу в америке это только в калифорнии ездил по этим дорогам когда еще было две полосы сейчас уже вон тоже расстроили этот фривей сейчас уже раз два три 4 4 полосы сделали раньше здесь такой трафик был что 101 фривей никто не любил никогда особенно когда это где-то в районе донтауна там голливуда там всегда трафик был не знаю как обратно поеду сколько меня будут разгружать может может тоже попаду в трафик обратно ничего сегодня мы отрабатываем денек и потом суббота воскресенье выходные и в понедельник уже обратно в рейс уже на а я поеду если все будет конечно хорошо и прекрасно а вчера я не работал вчера целый день как я работал только не на тракте работал а мне этом как бы просили помочь сперва поработал на складе чуть-чуть порядке там наводил а потом мы у нас водитель один попал в аварию то как бы чуть-чуть его ремонтировали чтобы хотя бы с калифорнии уехал в ахая чтобы как бы мог доехать там колесо на было менять потом полностью надо было боковушку снимать и бампера пока это туда-сюда потом страхом занимался и время прошло а вот сегодня с утреца я уже еду работаю красненький красненький дали значит едем на вы стейшн сейчас будем его проезжать этот вы стейшн all trucks enter at scale так а ты чё стрей трак тебе тоже надо заезжать калифорнии закон такой ну ты едешь прямо молодец но этот вы стейшн интересы там такие круголя надо давать среди гор сейчас посмотрим так все у нас там так лоуд right line все мы загружены идем по правой полосе вот такой здесь у нас вы стейшн интересный такие здесь загогулинки надо проезжать там кто-то стоит на гитаре играет не видно а Субтитры подогнал «Симон» 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 Садоводство здесь в основном развито в этом городе В основном большие поля И нам остается очень-очень мало где-то проехать и все Вот так я сегодня буду разгружаться С улицы По ладжакам будет Полный трейлер Ну что, первый пошел И вот так меня будут разгружать Целых 24 палета Будем ждать Это, оказывается, я фильтра привез Бумажные фильтра Для аэрокондишенов Для кондиционеров Все, будем ждать, ребятки Ну все Меня разгрузили Быстро Сейчас скажу О, пол восьмого приехал В 9.16 уже все Разгрузили Все Сейчас посмотрим Что-то Ох, как они разгрузили красиво Все Пускай трейлер Сейчас Закрываем двери И ждем Наверное, сейчас поеду на загрузку куда-то Ну все, ребятки Дали мне загрузку Едем мы в Кемптон Туда нам ехать 77 миль Мы едем на загрузку Вперед Все Выключаемся Включаемся И вперед С Богом Вот так вот На улице полдесятого у нас утра Уже едем мы на загрузку Значит, сегодня еще Если я возьму этот груз То может еще где-то После обеда еще куда-то я поеду на загрузку Наверное, сегодня Поработать придется Потому что сегодня пятница Мы собираем грузы Сегодня у нас По графику должно уйти С этого С Калифорнии 19 трейлеров На Ахайов Все А смотрите Впереди такие тучи Как будто как дождевые Но Дождя здесь не ожидается Так все Едем Едем и наслаждаемся жизнью И наслаждаемся мы дорогой Калифорнийскими улицами Ну вот Смотрите Уже Тумана нет Смотрите Все Все поля Поля С правой стороны Кукуруза растет Какие-то Бурьян растет И вот Все Вот это поля С правой стороны Все поля Поля Там теплицы какие-то стоят С левой стороны Тоже какие-то теплицы Смотрите Сколько Пыли На этих Теплицах Вот так вот Снабжают Полностью Калифорнию И всю Америку Оксфорд Ну а мы Продолжаем Движение И едем 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 Какие пальмы Красивые Красота Да и только Вон еще Какое-то Поле заброшенное У нас здесь Уже Наверное Все Там А там Аэродром Так И куда Налево И налево Нам Вот как Здесь все Позарастало Вообще Не косят Ничего Это Карсон Потом Кемтон Лонг Лонг Бич Это все Вот эти Вот Города Промышленные Города Здесь Порт Лонг Бич Здесь Постоянно Траков Очень Много Ездит Здесь Раньше Я помню Здесь Отсюда Не вылазили С загрузок Так Как то так Поворот Но Поворот Так И теперь С левой стороны У нас Компания Будет Я Вроде Бы Здесь Был В этой Компании Там Весы Надо Это Мусор Какой-то Металлолом Наверное Будем Мы Вести Я Так Думаю У нас Не Слева А Справа Его Китайский Трак Едет Весь Этот Он Электрический Бизнес Парк Это Вот Эта Компания С правой Стороны Как Всегда Сейчас Где-то Надо Будет Развертаться Нам Металлолом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двадцать два Двадцать два Я думаю, что вот это вот с левой стороны Ну и где ж ты номер, а? Где ж ты номер? А нет, а вон, самый маленький в уголочке Вот ты подумай, а? Ну и что ты мне здесь загородил дорогу? Давай! Вот как мне сюда заехать встал на полдрайвея? Какой-то новый вархаус, что ли? Не новый, он старый вархаус, но Кто-то новый рентовщик пришел Все, ребят, идем узнавать все Так, ну что? Вот сейчас уедет этот TNZ Trucking Тракт номер 10-30 И туда я буду это Дак номер 12 Вот сейчас туда буду парковаться, но Его еще грузят Я сейчас развернусь, чтобы уже Стоять Как бы Правильно Правильно угла запарковаться И нам будет счастье Ну что, все Все Меня загрузили Сейчас Закрою двери Фотографировать не буду, что там Кто-то показывает Что там загружено Сильно Они здесь Строгие Ну встал и не выехать Ну и что мне А, поехал Стоял долго Ах, как рядом Прохожу Наехал Все Сейчас отправляю Быстрые фотографии И все И домой На базу я имею ввиду Ну что, Дельта Прайм Выпустишь ты меня Или нет Ну давай Выпускай Встал в проходе И пошел гулять Ну спасибо Ну что, поехали Мы все На базу Сейчас будем ехать Очень-очень долго Как раз трафик начался Пятница Пятница Такие какие-то здесь Очень серьезные грузчики А этот начальник Прямо Ну вообще Важный Не подступиться А фотографии наделал Я не знаю Наверное Штук 20 Со всех сторон Трака Со всех сторон Трейлера Потом номера Я уже улыбаюсь Я говорю Меня сфотографировал Говорит Не, я не буду Вот ты не выехать еще Быстренько отсюда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Все Сейчас Паркуемся Отцепляемся И Фидекс еще Едет Это у нас тоже забирать Это Вот Там еще у нас очередь Ух ты Еще пока постою в очереди На разгрузку На разгрузку Кто меня смотрит Кто подписывается Кто оставляет комментарии Всем спасибо Ну а мы увидимся в следующем видео Всем пока Паркуемся 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 Субтитры сделал DimaTorzok